В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Кто поможет? Получили 600 миллионов убытков и вышли. Наше предприятие, так если по свободности смотреть, с 63% уровня производства своего оборудования. И в каких районах края самые высокие долги за уголь и электричество? В новом формате. Конечно, для нас важны те программы, в первую очередь, которые мы делаем и мы снимаем. У нас будет несколько информационных часов. Раскрываем секреты, чем будем удивлять зрителя в новом телевизионном сезоне. Очередной случай живодерства в Барнауле. Мужчина скинул собаку с четвертого этажа, когда выяснилось, что та жива, вышел и добил. Уголовное дело уже заведено в подробностях и причинах жестокости. Разбирался Андрей Дреер. Выбросил на улицу в прямом смысле. Житель дома на Глушково-3 скинул пса с четвертого этажа. Скулящего питомца услышали прохожие и отвезли в приют. С четвертого этажа животное упало на землю, всего лишь повредило лапы. И тогда ветеринары сказали, что его здоровью ничто не угрожает. Но ветеринары не брали в расчет владельцев животного. Последние сначала соврали, что собака упала с балкона. Хотя по прутьям ясно, что взрослый пес между ними не пролезет. А когда спасительница животного предложила поучаствовать в лечении, хозяева радостно согласились. На стоящее утро она обратилась к Жене, приехала, что давайте собачку повезу лечить. Женя сказала, что собачки больше нет. Собачка умерла. Ольга Титунина, председатель приюта, уверяет, что усыпить здоровое животное в ласке невозможно. Да и новый закон это запрещает. Не поверила в версии про эвтаназию и спасительница собак. Она стала настаивать на какой-то правде. И в итоге Женя сказала, что собачка убита. Пришел вечером хозяин, забрал у нее эту собачку и пошел добил ее. Убил за домом. Показала где. Все жители дома говорят, что от соседей, которые предположительно собаку убили, всегда одни проблемы. То клопы, то собаки теперь еще. Да куча. А они мешают жить? Ну, они как бы спокойные, не буянят. Хотя бы только это. Ну, а как алкаши могут не мешать? Конечно, мешают. Пол подъезда страдает. Мы попытались спросить у владельцев убитой собаки, зачем они это сделали. Достучаться так и не удалось. Выпить в этом районе, как мы поняли, любят прямо на улице и в дружных компаниях. Предположили, что здесь-то и должны знать тех, кто, возможно, убил собаку. Но, опасаясь за камеру, снимать начали скрыто. Здравствуйте. А не знаете, кто в 46-й квартире живет в этом доме? Понятия не имеем. Без понятия даже. А про убитую собаку что, не слышали? Нет. Ничего не слышали? Нет. Ну, единственное, блин, я что слышал, что это было. Сегодня утром просто говорили и все. А где слышали, откуда? Да вот, стояли ребята, разговаривали. В этой компании говорят, что убить собаки не знают. Только непонятно тогда, кто это так настороженно относится к камере. Мы, конечно, подали заявление в полицию. Ищем свидетелей, просим откликнуться всех, кто дополнительно может что-то сообщить. По статье 245 Уголовного кодекса за убийство собаки грозит наказание, начиная от штрафа и до лишения свободы на три года. Но по опыту зоозащитников известно, что полиция таких дел не любит. А суд редко выносит обвинительные решения. За все годы существования приюта осудили только трех живодеров. Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело по факту недавней гибели женщины под колесами пассажирского автобуса в Барнауле. В ведомстве пояснили, что расследуют происшествие лишь в том случае, если нарушены правила эксплуатации или, скажем, пострадавшие находились внутри салона. Виновника смертельного ДТП в итоге должны определить сотрудники полиции. Пока детали страшного происшествия выглядят так. 40-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте и позади автобуса. В этот момент его водитель сдал назад. Женщину повалило на асфальт, автобус ее переехал. И по некоторым данным дважды. Пострадавшая многодетная мать скончалась до приезда медиков. Сейчас в этом деле разбираются сотрудники МВД. Комментировать ситуацию в ведомстве отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Но эксперты считают, что с учетом обстоятельств это происшествие могут отнести к статье 264 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред человеку или его смерть». Добавим, что этот 33-й автобус, под колесами которого погибла женщина, обслуживает компания «Транслайн». Тот самый новый перевозчик, который скандально выиграл конкурс на обслуживание сразу нескольких маршрутов Барнаула. 33-го, 77-го и 121-го. В штате компании с Повалехи было всего 4 человека, а представленные на конкурс автобусы в день смотра комиссии были сняты с других маршрутов не только Барнаула, но и другого города – Бийска. Сейчас в отношении «Транслайна» и администрации Барнаула ведется сразу несколько судебных разбирательств. А жители считают, что сейчас пассажиров возят совсем не показательные машины. В соцсетях не раз жаловались на неудовлетворительное состояние транспорта этого перевозчика. Автобусы старые, прямо на ходу отваливаются колеса. После смертельного ДТП некоторые сотрудники нового перевозчика переживают, что предприятия могут лишить лицензии. Анастасия Дороган, День с толком. Дольщики скандального Демидов парка не спешат заселяться в свои квартиры. 130 человек до сих пор не подали заявлений, которые нужны для получения квартир, пояснили в Краевой госинспекции. Поскольку застройщик сейчас проходит процедуру банкротства, документы на квартиры обманутые дольщики смогут получить только по решению суда. Для этого всем дольщикам нужно обратиться в арбитражный суд с заявлением о включении их в число кредиторов застройщика. После долг банкрота будет погашен путем передачи квартир в собственность дольщикам. Получить квартиру другим путем не получится, поэтому дольщикам следует поторопиться с заявлениями, подчеркнули в Краевой госинспекции. Напомним, скандальный город Парк начали возводить в 2014 году. В рамках грандиозного проекта должно было появиться 15 многоэтажек, детские сады, школы, торговые центры и дорожная инфраструктура. Но спустя пять лет построили лишь один дом, который пока еще пустует. Миллиарда рублей не хватает Краю для полного ремонта теплосетей. В Барнауле подвели итоги прошедшей зимы. По мнению властей, на развитие коммунального хозяйства выделяют недостаточное количество средств. В идеале, чтобы закрыть все проблемы, нужно 2 миллиарда рублей, отметил министр ЖКХ Евангелев. Хотя в целом прошедший отопительный сезон он оценил как спокойный. Анастасия Драган продолжит тему. Считать долги и расходы первым начал губернатор Виктор Томенко. Обрисовал масштаб коммунального хозяйства региона, почти по две тысячи котельных водокачек, тысячи километров тепла и водосетей и подытожил. Получили 600 миллионов убытков и вышли наши предприятия с 63% уровнем износа всего оборудования, всего комплекса. А еще миллионы долгов ресурсовикам. Так, начальник управления по ЖКХ Краевого Минстро Андрей Голубцов лично обвинил главу муниципалитета в зале в странном ведении хозяйств. Пояснил, районы получают от края субсидии для оплаты долгов по углю и газу, а муниципалитетам остается заплатить за электричество. Если у нас по погашению задолженности до газовой, какие-то есть результаты и какие-то перспективы, мы видим, как это все происходит. К сожалению, по задолженности по электроэнергии, некоторые муниципальные образования, такие как Шапуновский район, нарастили дебиторскую задолженность за год на 22%, Альпийский район – 46%, Альминский район – 19%. А между тем, бесперебойное электричество должно быть у районов к 1 августа для опрессовки. Не будет ее, сорвется начало топительного сезона или его середина, как в случае со Змеиногорском. В начале года там произошло несколько аварий с отключением тепла. 200 миллионов рублей реконструкция была проведена в Змеиногорске. Все порывы, которые были осенью при запуске, это были порывы на старых сетях. Мы считаем, что то, что было сделано, да, может быть, чуточку поздно, но это было сделано правильно, и это хороший пример для всех остальных муниципалитетов в части способа реконструкции сетей, где у нас вместе с повышением надежности улучшается еще экономическая эффективность работы комплекса. К новому отопительному сезону Край выделит 500 миллионов для обновления тепло- и водопроводных сетей. На эти деньги планируют построить 16 котельных в районах региона, а еще пробурить 70 скважин. Но, по словам Андрея Голубцова, одно дело пробурить, а другое подключить к системе. И, по его данным, 14 районов края этого так и не сделали. Анастасия Драган, Николай Шилко. День с толком. А житель Бурнаульского спального района решил коммунальные проблемы и выбросил набитый мусором диван с третьего этажа. Произошло это по адресу улицы Ускова, 18. Очевидцы выложили снимок в социальной сети. В комментариях местные жители пишут, что подобное в их районе не редкость. И говорят, что всему виной переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Кто-то в шутку предполагает, что диван не вписался в интерьер. Переезжая в этот дом, даже и подумать не могла, что будет такое твориться. Не поток все-таки. Очень надеюсь, что кто-нибудь из них прочитает это и, может быть, призадумается. А теперь к другим темам. Для православных христиан всего мира продолжается Страстная неделя. Сегодня один из важнейших дней перед Пасхой – Чистый Четверг. Согласно Евангелию, именно сегодня произошла Тайная Вечеря, перед которой Иисус омыл своим ученикам ноги, показав свое смирение. В храмах прошли торжественные литургии. Соблюдающим все традиции принято заниматься уборкой в доме. Причем основательно – ни мыть, ни подметать нельзя после этого, вплоть до самой Пасхи. Кроме того, уже сегодня можно начинать красить яйца и печь пасхальные куличи. Также в Чистый Четверг принято очищать не только тело и жилища, но и мысли. Верующим советуют избегать ссор и молиться. Уже завтра с наступлением Страстной пятницы по православным канонам запрещена любая физическая работа, а из еды разрешены только хлеб и вода. А в субботу во всех районах Барнаула пройдут предпасхальные ярмарки. Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов. Горожане смогут купить куличи, яйца, мясо, масло и другие алтайские продукции. Цены на таких ярмарках обычно заметны ниже, чем в торговых сетях. Адреса ярмарок сейчас на ваших экранах. Новые программы, лица, необычные проекты. В Барнауле появился непохожий на многие телевизионный продукт. Презентация «Толка» состоялась накануне и удивила креативным подходом. Передаю слово Елене Кузовкиной. Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития барнаульского телевидения. 22 апреля 2019 года начал свое вещание информационно-развлекательный канал «Толк». Сейчас должны быть аплодисменты, примерно такие. Все мы этого очень долго ждали, наши партнеры, телезрители. Ну и в первую очередь дружная команда «Толка». Было много сомнений. Вот Евгения Даровская спросит у нее. Меня по телевизору показывают. По телевизору вас покажут. Были ли сомнения, что это случится рано или поздно? Безусловно, как и все хорошее дело, все сомневаются. Все, но тут главное не сбиться с пути, поэтому у нас все получилось. Но всякие моменты, естественно, были. Нам казалось, что они когда, а тут сложности. Но мы шли к цели, и я надеюсь, что мы к ней пришли, нас будут видеть ура. У нас должна быть какая-то критика, и особенно к тому, что делаешь сам. Поэтому в первую очередь сомневаешься, получится ли у тебя. Как ты думаешь, у нас получилось? Я думаю, все отлично. Итак, информационно-развлекательный канал «Толк» – это круглосуточное вещание. Программы новостей, интервью, мнения экспертов, ну и самое главное – авторские программы. Вот Илья Кочетков, наверняка многие его знают. Илья, расскажи, какую программу ты будешь представлять на «Толке». Это будет в твоем же каком-то авторском стиле? Это будет даже две программы. Я предпочитаю рассказывать то, что я люблю, и то, что я лучше всего знаю. Моя первая программа – это «Барновульский хронограф», где я с чувством, с толком, с расстановкой расскажу о самых ключевых событиях истории города, в котором мы живем, и как они связаны с историей мира вообще. И моя вторая программа, она поменьше, межпрограммка – это «Красная книга Алтая». Мы узнаем о диких, исчезающих, прекрасных животных, растениях, которые у нас живут. И научимся их любить и ценить еще больше. Пользуясь случаем, представлюсь и я. Меня зовут Елена Кузовкина. На страничке в социальных сетях в нашей группе мы недавно прочли сообщение, что люди меня потеряли, просят вернуть Кузовкину на экран. Так вот, говорю, что я никуда не пропадала. Я сейчас работаю в несколько иной должности. Теперь я шеф-редактор. При этом я продолжаю вести новости, общаюсь с гостями в студии. И я же автор рубрики под названием «Ко мне». Ну, давайте сейчас появится картинка. Да, спасибо. И я продолжу. Итак, в нашей рубрике мы рассказываем о животных приюта «Ласка». Рассказываем о тех проблемах, с которыми могут столкнуться люди, если возьмут животное без породы, со своей сложной судьбой. Даем мнение экспертов. Мы надеемся, что благодаря нашей рубрике животные приюта «Ласка» обретут свой дом и хозяина. Спасибо за внимание. Давайте продолжим. В концепции канала прописана целевая аудитория, я позволю себе процитировать. Это городское население старше 30 лет, люди с активной жизненной позиции, имеющие свою точку зрения на происходящее событие, рассчитывающие на себя активные потребители. Ну вот, кстати, вещание у нас будет круглосуточное. Чем будут заполнять? 24 часа. Об этом мы спросим у главного редактора «Толка» Елизаветы Мансковой. Расскажите, 24 часа, что будет в эфире, какие программы, на любого ли зрителя рассчитаны? Конечно, для нас важны те программы, в первую очередь, которые мы делаем и мы снимаем. У нас будет несколько информационных часов, плюс тематическое вещание. Программы просветительские, социальные проекты, очень интересное интервью, программы о путешествиях, о здоровье. Ну и плюс у нас есть так называемый покупной контент, это сериалы, художественные фильмы, мультфильмы, очень хорошее документальное кино, я его очень люблю, поэтому рекомендую. Вот, собственно, основной контент. Ну и, пожалуй, главное, это сейчас волнует наших телезрителей, этот вопрос нам задают в социальных сетях, где вас можно посмотреть. Сообщаем, в кабельных сетях канала уже вещает Дианет, но проще смотреть прямую трансляцию в интернете на нашем портале talknews.ru. И, конечно, мы надеемся на закону 22-й кнопки, на которую сможем претендовать уже в июне, после перехода с аналога на цифру. И тогда мы появимся на экранах практически всех варнаульцев. Ну что ж, я на этом прощаюсь. Я Елена Кузовкина, оператор Александр Антропов. Следите за новостями, а день проводите с толком. Леня, спасибо. А я продолжу. Жителям края стала доступна кредитная карта, по которой можно получить кэшбэк до 10%. При этом обладатель карты сам решает, за что банк будет возвращать деньги. Походы в кино, услуги такси, ЖКХ, покупки в магазинах. Карта – друг человека. По данным Национального бюро кредитных историй, кредитные карты в начале этого года вновь оказались среди лидеров банковских продуктов. Почему? Спросим у потребителей. Мне очень удобно пользоваться кредитной картой, так как у нее есть льготный период, благодаря которому я не переплачиваю проценты. Также при оплате товаров и услуг я получаю кэшбэк, что выгодно для меня. Подобные бонусы играют немалую роль при выборе кредитного продукта. С этим согласны и аналитики, и работники банковской сферы. Карта кэшбэк от Банка Восточной стала лучшей по версии сервиса Выбери.ру в 2018 году. Этому способствовали как существенный лимит до 400 тысяч рублей, так и возможность для клиента самому выбрать, исходя из своих предпочтений, по какой из пяти категорий будут возвращаться до 10% от потраченных средств. Пластиковая карта сегодня есть практически в каждом кошельке. Но лишь немногие дают своему владельцу свободу выбора. Карта кэшбэк от Банка Восточной как раз из таких. Сильный ветер, дождь со снегом, местами гололед. В последние дни апреля погода в Алтайском крае заметно испортится. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе погода будет ветреной, с порывами до 20 метров, 23 даже метров в секунду. Ветер принесет с собой дожди, причем со снегом они будут идти на большие части края и в Барнауле. Местами на дорогах, особенно в утренние часы, ожидается гололед. В связи с этим спасатели рекомендуют автомобилистам быть осторожнее на дорогах и не нарушать скоростной режим. Радует лишь температура воздуха. Ниже нуля она будет опускаться лишь ночью и в отдельных районах края. Большую же часть времени воздух прогреется до плюс 12-15. Немного улучшится погода в понедельник. Гневные температуры поднимутся до плюс 16-18, выглянет солнце. Но ненадолго, как минимум до среды, жителям края обеспечены мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Далее о погоде на завтра. Спонсор прогноза – компания «Валар». А у меня все новости к этому часу. Звоните нам в редакцию 722-440. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова